Ну что, переходим на Union Island с этих прекрасных островов. Подготовка у нас идет полным ходом. Тузик вывесили, растянули его. И сейчас снимаемся с буя. Яла-яла. Вперед! Ну не узел, а зацепилось, понял. Вау! Вот мы и из TobagoCase. Вот все лодочки стоящие здесь на буях. Почти все буи заняты. И сейчас мы идем на Union Island. Это последний остров Гренадин или же Сан-Вицента. Поэтому сейчас прямым ходом на Union. Вот он, Union Island, на который мы идем. Наш долгий путь занял всего 4,5 мили, но так бывает. И здесь находятся несколько марин и якорные стоянки. Вот вы видите, лодочки стоят. Это якоринг. И вот там есть марины. Ну мы сейчас станем, наверное, на якоре. Там будем смотреть. Может, Марину станем? Может быть, и на якоре. Дутон. Кайт-Сафари. Такс. Смотрим, что у нас здесь. Вот якоринг, и мы вот так туда заходим. Клифтон-Бэй. Вот это называется Клифтон-Бэй, а следующая бухта это Эштон-Бэй. Видите, вот этот домик маленький на рифе. Это ресторан. Прямо вот такой маленький ресторан. И туда можно приехать только с воды, только на тузике. Вот мы уже на Юнион-Айленде. Вот это все, это Юнион-Айленд и городок Клифтон. Клифтон-Бэй. Судя по количеству лодок с рекламой кайт-серфинга, здесь, наверное, такая кайт-серфинговая мекка. Эта конструкция называется «Когда не доверяешь бую». Не буя не доверяешь. Не буя не доверяю. Когда не буя не доверяешь. Ну что, несемся на Юнион. Юнион-Исланд, как говорят у нас в Англии. Я помню, когда я на Юнион-Исланд мы стояли вот на вот этом пирсе. А сейчас все лодки стоят вот там. Я спросил в Марине, почему. Они сказали, что у них идет реконструкция. Поэтому всех ставят на другой пирс. Изменения? Товары для яхт. Шампанг. Где наши? Кафешечка. Сюда мы скоро и зайдем. Только что зашли в обычный магазин. Магазин типа ларек. И нам предложили три бутылки пива маленьких. По цене 22 и си. То есть это получается, блин, по 3 доллара за бутылку. В магазине. В баре стоит дешевле. По 5. Ужас. А вот это сам центр города. Центр Юнион-Айленда. Может быть, позже. Спасибо. Вунда-багарши. Привет. Это то, что я подумал? Сложно сказать? Конечно, да. О, заправочка. Смотри, прайс 14. 12.96. А здесь на Юнионе цены дороже, чем на Доминике. 12.96 и си стоит дизель. И 14.5 стоит бензин. Это цены за галлон. Вот такой вот он Юнион. Такой не очень чистый, такой немножечко задрыпанный. Но здесь есть вот такое ощущение, вот именно карибское ощущение. Когда ты идешь, вот ты понимаешь, где ты находишься. Хотя Юнион, не могу сказать, что мой любимый остров есть намного и получше, и поинтереснее. Но я всегда рад сюда прийти и здесь остаться. Он здесь очень по-домашнему. Вот она наша кафешка, в которой мы будем сидеть. Ну что, будем жрать или пить? Пить. Пить. Мы же наловили еду сегодня. Мы будем пить и смеяться, как дети. Вот пиццы есть. Вот пиццы, кстати, недорогие. Там до 10 долларов. Это американских, 35 и си. А если посмотреть на основные блюда, основные 43 и си, 48 и си. Там 18 почти американских. Так, начинаем предстартовую процедуру. Только что мы сходили в аэропорт на Юнион Айленде. Это относительно недалеко. Вот его видно. Там кастом и иммигрэйшн. Иммигрэйшн с нас стянул 50 и си, а кастом 65. Это связано с тем, что мы оформлялись выходные. Выходные у таможни 65. А если вы проходите иммиграцию, то 35 и си стоит в обычный день. И 50, если это выходные или non-working hours. Итак, запускаемся. И сейчас мы переходим на кариакул. Это уже территория другого государства Гренады. Поэтому нам идти туда сколько там? Миль 12-15. Ну там пару часов, потому что обещают хорошее дуло по пути. Выходим с Юнион Айленд. Видите вот этот вот большой камень? Так вот, этот большой камень, это красный буй. Вот этот. На Карибах из-за того, что проходит большое количество ураганов, очень часто латеральные буи поломаны. И с этим много проблем, потому что вы не знаете, есть ли он там ночью или нет. И во всех пайлотах написано, что типа entrance and daylight only, потому что могут быть поломанные латеральные огни, и просто будет непонятно, куда идти и что делать. А сейчас ставим грот и кариакул нас ждет. Все против ветра для того, чтобы поднять грот. Отлично, давай-давай-давай-давай-давай. Так, мы подходим уже к кариакулу. Это было совсем не длинное расстояние, совсем небольшой тур. Вот, сам остров. Красивые, огромные пляжи. Вот видно там желтые полосочки. Крутые пляжи, но мы придем сейчас на кариакул. Это уже юрисдикция Гренады. Территориальные воды Гренады. Нам нужно сделать чеки, наформиться в Гренаде. И после этого мы пойдем. Вот этот по прямой маленький остров. Он называется Сэнди Бич. Говорят, что там очень красиво и возможно даже розовый песок. Там мы переночуем. Но сначала мы зайдем в Хилсброу. Это вот там. И сделаем там чекин. Вот, собственно, это наш план. Посмотрим на реализацию. Так как сегодня воскресенье. В воскресенье могут нас ждать определенные сюрпризы с регистрацией. Потому что это не рабочие дни. Но я думаю, что все будет нормально. Нас все-таки зачекинят. О, водителя нет. Водитель ушел. Водитель, топчи газюлю. Сейчас погоди. Сейчас будет. Сейчас прогреем и поедем. А теперь снимаем ту. Но мы будем, я надеюсь, сегодня стоять не здесь. А вот на том островке. На Сэнди Айленд. Который без людей и красивый. А здесь нам нужно только сделать оформление в территориальных водах Гренады. Так, у нас сейчас в нашем импровизированном тренинге мы будем делать постановку лодки на якорь под парусами. То есть мы подходим к точке, в которой нам нужно бросить якорь под джибом. Делаем ему фрифолл якорю. Якорная цепь разматывается, валится. Мы разворачиваемся против ветра. Убираем джиб и становимся на якорь. То есть все задачи розданы. Все все понимают, что делают. Вот мы идем, зарефовались, идем на третьем рифе, чтобы потом, если что, быстро собрать. Якорь готов, вывешен. Висит просто на превентере. И фрифолл цепи у нас готов, откручен. Просто мы ждем места, в котором будет правильная глубина, чтобы сделать, отцепить его от превентера. И прямиком на дно. Тут должна работать хорошо команда, потому что человек, который рулит, должен встать против курса, против ветра, зайти на ветер и в нужной точке начать убирать паруса. Это будет командой. Вот точка, куда мы идем. Здесь глубина будет там 6 метров, 5 метров, 4 метра. Ну, короче, будет неглубоко. И мы себе совершенно спокойно туда подойдем и бросим якорь. Но я надеюсь, что так и будет. Вот где-то здесь мы сейчас и будем стоять. Тут глубина около 6 метров. Вот сейчас 7,6. Мы идем 3,6. Это наша скорость. Из-за того, что пришел газ, тут видно на воде вот эти вот барашки маленькие. Волны нету, но порыв есть. То есть это значит, что мы идем. А теперь задача такая. Ростик становится, поворачивает против ветра. Слава высыпает якорь. Слава, приготовься. Приготовься. Мы сейчас поворачиваем и сразу вываливай. Да. Ну что, поздравляю, мы стали на якорь. Вот нас натягивает сейчас. Мы становимся по ветру. И все. Стоим. Поздравляю, мы стали только что на якорь без мотора. Дан, галочку поставили зачетную. А как вылазить? А это у нас колесики, которые мы забыли поднять. Видишь, там тузики стоят. А, вот он есть. Да. Бля, это что? Сети с ядичками. Вот этот пирс на кореакул. Как-то странно, никого, людей нет. Хиллс, броу. Велкам ту кореакул. 8 тысяч человек популяция. Ух ты. Так, 13 square mile, 34 квадратных километра. Самый высокий пик, 291 метр. И население острова. 8 тысяч человек. Пойдем с ними и познакомимся. Monday, Friday. А, вот что-то подъем. Для оформления на Гренаде нам нужно сделать и получить визу в украинский паспорт. И тут есть такая штука. А ну давай. Сильно дай. Дави, дави, дави. Дави. О, да. Пускай. Вот. Крутяк. Супер. Только что мы прошли иммиграцию. Заняло это у нас всего лишь полтора часа. В украинские паспорта нам поставили визы. Мы вам показали, как эти визы делаются. Оформление иммиграционное обошлось нам в 220 EC. Это 88 американских долларов. И нас еще ждет таможня, кастом. Но так как они закрыты, нам уже сказали, что придете на Гренаду и уже оформитесь, как придете. В понедельник, во вторник, вообще не важно. Просто сейчас воскресенье, и все заперто. Короче, здесь в воскресенье все закрыто. Поэтому мы зашли в бар и купили... В казино. В казино, да. Это, кстати, казино. Мы зашли в казино и купили полную сумку пива. Так вот. Ты перчатки одеваешь. Что ты планируешь делать? Рост. Чтобы буреньки не стереть, а бутылки. Ага, вот так вот все серьезно, да? Да. А вот тут я видел такую штуку непонятную. Они здесь что-то сушат. Смотрите, томатики, да? Вау. Что это? Это тесто? Эти водоросли, их варят, потом добавляют туда молоко, и получается такой типа а-ля milkshake, который пьют охлажденным. Не знаю, хорошая эта штука или нет, непонятно. Ай! Вот рыночек. Помидоры. Мне сказали, стоят 8 иси за фунт. То есть 16 иси за килограмм. Ну что? Погнали. Погнали. Have a good day, thank you. Bye. Сытые, пьяные и уставшие мы вернулись домой. Это такой шаблон из школьных сочинений. Шучу я. Какой домой? Мы на лодке идем на Сэнди Айленд. Крутое место с песочком. Ростик, как ты думаешь, в этом безопасном месте, в этой безопасной гавани наш тузик еще не украли? Надеюсь, что нет. Если что, поплывем. Или зайдем сюда лодкой. Нас мелочами не остановить. Unstoppable. Не, на месте стоит. Вялый. Вялый стоит. Тузик вялый стоит. Чтобы они сложились все одновременно. А у нас же еще колесики, мешающие нам ехать. Глисса не выйдет. Или выйдет. Будем компенсировать сопротивление мощности. Не, не выйдет. Такое пиво. Да не, выйдет. Навались тогда. Кто-то говорил, не выйдет? Такие фонтаны сбоку от колес. Вот эти фонтаны сбоку это опущенные вниз колесики, которые мы ездим по пляжу. Фонтаны новые. Стали на первый риф. Так, а что его глушить? Нам сейчас он понадобится. Это мы сейчас развернули сел-драйв по направлению движения и глушим мотор. Все, мы стоим на бое. Так вот, мы встали. Вот здесь мы делаем такую тыц. Рюмочку поставили. Это значит, у нас есть эта точка и мы здесь стоим. Слава говорит, что глубина здесь 3,3. Но будем стоять, значит, на 3,3. Чуть правее! Сейчас становимся на буй. И на буй становимся способом, который единственно нормальный. Мы наматываем швартовый. Я сейчас покажу, как. Мы наматываем швартовый на одну утку, на вторую утку таким большим кольцом. Подходим к бую и набрасываем на буй швартовый. Он тонет. Мы его натягиваем и стали на буй. Сейчас швартовый еще не одет. Но это не страшно, потому что к моменту, как мы подойдем к бую, швартовый будет уже надет. Это я тут умничаю, потому что могу себе позволить. Классно! Когда команда все делает сама, я хожу и даже не рассказываю, что делать. Рассказываю это на видео. Они сами все делают. Как это работает, я не знаю, но я ничего решил не менять в настройках. Оно работает? Ничего не трогайте. Вот, швартовый готов. Он одет как раз на два и сам швартовый находится спереди. Сейчас ростик будет показывать рукой, где находится буй, потому что из кокпита не видно ни буя. Ничего вообще не видно, короче. Три! Два! А далее мы делаем просто. Мы подъезжаем уже себе в спокойном режиме на тузике, одеваем супер, одеваем два швартовых уже нормально на утки, но в данном случае мы уже стоим, нам уже нечем беспокоиться, мы уже стали на буй. То, что вас учат кто угодно и рассказывают вам другие версии постановки на буй, это все туфта. Единственное, вариант, которым можно самому становиться на буй задом, передом, это вот такой вот. Все остальное это бред. И если кто-либо вам будет рассказывать, что есть другие способы, говорите. Капитан Герман сказал, что вы говорите туфту. А теперь мы делаем следующее. Мы берем швартовый, его одеваем на утки. Быстрее, сонные мухи! Ростик тащи сюда, буй! Он даже включил передачу. Прикольно делать селфи, когда вокруг люди работают, да? Одну петлю в левую руку, вторую петлю в правую руку. Вот так вот. И швыряем. Поздравляю вас! Теперь Ростик продевает эту штуку в петлю буя, отдает ее обратно Славе, Слава заводит ее на утку. Причем, если мы ее подаем с правой утки, то заводим мы ее на какую? На левую? Неправильно, на правую. С правой на правую, с левой на левую. Так, а теперь крайне рекомендованная операция. Нужно нырнуть и посмотреть на буй, и посмотреть, насколько он вообще в живом состоянии, и не уедем ли мы куда-нибудь там на Сэнди Айланд. Ну, Сэнд отправка, Айланд остров. Короче, сейчас Ростик нырнет и покажет вам, как выглядит буй. Изнутри. 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 Человек-паук в маске. Ага, с грузом на веревочке. Какие-то все ненормальные в этом яхтинге. Подпоясался веревочкой и нырять сейчас будет. Какой красивый ремень, а? Отличный. Беседе. А вот, друзья, вам очень хороший пример того. Приворукие яхтсмены ставят лодку на буй. И я настаиваю, что это именно это именно рукожопость, когда ставится лодка на буй с помощью багра, потому что это конкретно неправильный способ. Внимание, показываю. Ростик! 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 Угадайте, откуда на дне лежит багор? А я вам скажу, пытались поймать буй. Теперь у нас есть запасной багор, мы его нашли. Люди, чей багор? Хотите, вот он вот так вот умеет делать? насверлена куча дырок, вероятно, кто-то признает свой багор и то, как он красиво пытался ставиться на буй. Для этого нужна мощная команда, они иногда выпадают за борт, их, в принципе, не жалко. Поэтому поздравляю, у нас есть новый багор. Короче, вот мы стали уже полностью на буй. Огонь! А теперь собираемся, ребята тоже по бутылочке пива и поехали на берег смотреть этот прекрасный Сэнди Айлэнд. Напоминаю, Сэнд – песок, Айлэнд – остров. И пишется, как Исланд. Сэнд – это отправить. Сэнд – это отправить. Остров отправок. Да просто накинь на дерево этот. Да просто на дерево накинь и все, и пусть все лежит. Все, пусть висит. Вот стоит наша лодочка. Друзья, вот мы приехали на Сэнди Айлэнд. Это такой маленький островок, дикий, такая коса, которая находится относительно недалеко от Карикул. Вот, вот это вы видите с той стороны. Это Карикул. А мы находимся в национальном парке. Здесь никого нет. Вот наша тузиковая стоянка. Как вы видите, тихая и безопасная. А мы идем, прогуляемся по острову. Я вам сейчас покажу, как здесь все прикольно. Здесь очень мягкий песочек. Он по ощущениям такой, как будто наступаешь в вату. Он вообще не чувствуется, он видно мелкий и такой мягкий-мягкий. Там есть озеро. Сейчас мы к этому озеру подойдем. Что это, Ростик? Это кусок лобстера. Покажи. Лобстер? Это кусок. А это кусок кончика. Еще из очень смешных моментов. Мы только что, я по острову, мы увидели веревки. Вот они. Они сделаны для того, чтобы можно было бросить там якорь или условно зацепиться за буй и на веревку зад лодки привязать и подтащить его достаточно близко к берегу. Так вот, внимание, давайте посмотрим, к чему эта веревка закреплена. Кусту. Ну а что, надежно. Интересно, кому в голову эта хрень пришла вообще. О, озеро. Это кусок коралла, смотрите, красного цвета. А вот это, кстати, коралл. Тот, который растет на дне. Что он здесь делает, непонятно, но, наверное, забросило. Вряд ли его кто-то сюда вытащил. А вот как выглядит корневая система у пальм. Смотрите. То есть, большое количество тонких-тонких корешков, которые находятся в песке и удерживают пальму от того, чтобы ее большим ветром вывернуло. Она, это корневая система плоская, она широко идет по всему, по всей поверхности земли. О, крабики-отшельники. Эти крабики, они занимают свободные раковины. И смотрите, они все живут в разных ракушках. Кто какую занял, в той остался жить. Потом могут подраться, поменять, найти другую, вылезти из одной и залезть в другую. Очень прикольные твари. И так, друзья, вот у нас закат уже близится, а мы возвращаемся на лодку. Мы сейчас подходим к самой южной части островка, там, где он заканчивается. И, соответственно, со всех сторон он окружен вот этим коралловым ломом. Коралловым ломом. Вот видно, здесь мелко, поэтому волна увеличивается, и вот сюда заходит волна. смело потравить, травлю. отец. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова